Итак, дорогие друзья, всем доброго времени суточек, и с вами Вероника, по-гречески несущая победу, поэтому если я вдруг принесу вам победу, то не стоит благодарности. И её кринжовая жизнь, поэтому грех не подписаться на этот прекрасный канал. А сегодня у нас в прямом эфире практически три моих кринжовых жизненных историй. Но самый прикол в том, что две из них окажутся правдой, а третья будет, так сказать, выдумкой. Очень интересно будет узнать, что же из этого вы подумаете, что я придумала. Поэтому берите свои чайки-кофейки, а я вещаю. Итак, начнём, наверное, из самого далека. Это лагерь. Как-то раз мы с моей подругой попали в один лагерь, в один отряд и в одну комнату. Вы понимаете, да, насколько это убийственная комбо? Короче, суть в том, что в этом лагере на одном этаже жило два отряда, то есть мой и ещё другой отряд. Нет, там были какие-то азиатские мальчики, якуты или кто-то такой. В общем, и среди всего этого отряда был один мальчик, который нравился просто всему лагерю, наверное. Но мы с подругой в это число не входили. Но другая наша подруга, она прям фанатела по этому пацану и просто там с ума сходила. В итоге, как-то раз нам с подругой не спалось. Не спалось, и мы придумали гениальнейший план. Как же порадовать нашу подружинцу? Собственно, часа в три ночи, в полный расколбас, мы надели на голову чёрные носки. Чёрные носки укутались в чудесные пледы и пошли сходить с ума. В общем, мы пошли в этот отряд, в комнату к этому мальчику, начали всем, короче, красить ногти, там мазать пастырь. И мы решили стырить у него футболку. Да, мы решили стырить у него футболку для нашей подруги. А? Это конечно здорово. Ну, конечно. Мы находим вещи этого мальчика. Находим какую-то вообще футболку, которую надеялись, что будет ему не жалко. Если кто-то стырит, как бы это лагерь. Ну, что он рассчитывал? Собственно, мы берём эту футболку и за что-то зацепляемся. То есть в комнате начинает что-то громыхать. Просыпается какой-то пацан. Не тот, у которого мы тырили футболку. Просыпается какой-то мальчик и просто за нами бежит. Мы просто залетаем в свою комнату, ложимся на кровати, как будто бы мы спим. И что вы думаете? Он залетает в комнату и говорит, вы что, с дуба рухнули? Короче, мы стырили футболку у пацана. The end. Мне кажется, это достаточно кринжово. Лет в 13-14 мозга у детей ещё нет. Извини, если ты смотришь это видео, то как бы, ну, не обессудь. История о том, как мы с подругой кормили ёжиков. Если вы подумаете, что это реальная история про ёжиков, то вы ошибаетесь. Года, наверное, 4 назад. В общем, тогда мама моей подруги и моя мама решили устроить нам сюрприз. И привезти нас с подругой в тайне от нас, конечно же, на базу отдыха. Мы, естественно, всё знали. И заранее подготовились. То есть договорились о том, что мы берём с собой, что мы будем делать, о планах и так далее. А в итоге мы приезжаем и понимаем, что на этой базе отдыха нет людей. Ну, то есть мы как бы практически одни. Просто пустая. Нет ни тусовок, ничего. И, конечно же, устраивали тусовки себе сами. И что, собственно, происходило? К чему я веду? И в чём, собственно, кринж этой истории? Вроде как всё звучит безобидно, но... В один прекрасный вечер мы посидели с нашими мамами. Немного выпили. Ну, как немного? Достаточно. Наши мамы ушли спать вместе с младшими братьями и сёстрами. А мы пошли куролесить по всей базе отдыха. В итоге часов, наверное, в пять утра мы приползаем обратно в наш коттедж. Ложимся вроде как спать. И моя подруга говорит, что-то мне нехорошо. Я такая говорю. Ну, тебе, наверное, нужно кое-что сделать, чтобы тебе стало хорошо. Она говорит. Я не умею. Я такая думаю. Что? Что происходит? В общем, в итоге мы пошли на улицу. А как бы напоминаю, что в этой базе отдыха не было людей. То есть мы практически были сами. Мы вышли на улицу. И я учила свою подругу извергать содержимое её желудка. Да, как бы это приколдесно не звучало, конечно, но, собственно говоря... Это не звучит приколдесно. Это не звучит приколдесно. Но что поделать? Это жизнь. Нужно уметь всё. Мы стоим в кустах. И проходит какая-то кампания. А среди этой кампании наш знакомый. И он говорит, а что вы делаете? Мы такие, да мы, как сказать, ёжиков кормим. Ну, ёжиков мы покормили, конечно. Стоим мы посреди огромной такой клумбы. Я не знаю, почему мы стоим посреди клумбы. Но нам захотелось именно в середину огромной такой клумбы. Она, наверное, была метров 10 радиусом. Ну, нам захотелось в середину клумбы. Потом мы, конечно, ещё носились по всей этой базе отдыха. Слава богу, ёжиков больше не кормили. Но это был криндж. Потому что... В общем... Если для вас это не криндж, то значит я скучно живу. Ладно. И третья история. История о том, как меня чуть не исключили из школы из-за видео. Вы, конечно, можете подумать, что это видео несло характер 18+. Но всё было намного хуже. В общем, класс, наверное, в седьмом-восьмом. Мы с моими подругами-одноклассницами снимали видео на YouTube. На YouTube мы снимали всякие влоги. Мы снимали про то, что было бы, если бы мы были мухами. Катя, смотри, какая муха жирная. А какие, если бы мы были мухами? Мы снимали просто всё, что нам приходило в голову. И ужастики. И какие-то просто смешные видео, скетчи и так далее. И как-то раз после уроков мне и моей подруге приспичило в голову снять обзор по школе в качестве ревизора. Мы ходили по классам, короче, проверки делали такие просто восхитительные. И в чём самый прикол? В том, что мы зашли в один из туалетов, а там как бы было, ну, нягко говоря, плохо. И мы поставили в своём видео один дизлайк. Ну вот, из пяти пунктов мы поставили один минус. Типа, четыре из пяти ставим в нашей школе. Какой-то старшеклассник слил это видео нашей администрации. И, в общем, на следующий день мою маму вызвали к директору со словами о том, что меня исключают из школы. Меня исключают из школы за видео. Но дело в том, что моя мама вообще не была в курсе того, что мы что-то делаем, что мы снимаем видео, и неважно, что этих видео было штук сорок. В общем, из школы, хотя я как бы примерный ученик. Отличница. Тоже небольшая кринжовая история о том, как меня чуть не выгнали из школы из-за того, что я сказала, что у нас вонючий туалет. Какая из этих историй кажется вам выдуманной? Поделитесь в комментариях, потому что мне действительно очень интересно, что из этого звучит менее правдоподобно. На самом деле в моей жизни намного больше кринжовых историй. Если вам интересно, ставьте лайки, и я сниму вторую часть. Возможно, я сниму историю про кринжовые свиданки, потому что такое в моей жизни тоже было. Поэтому всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, дизлайки, что хотите ставьте. Подписывайтесь на этот канал. С вами была Вероника, по-гречески несущая победу. Поэтому всем пока. Кстати, в своем инстаграме я намного больше рассказываю о своей жизни, делюсь различными историями, а также пишу интересные посты на различные темы. Поэтому если тебе интересно, то я не могу. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Дима Торзок Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Дима Торзок